Слава Богу! Благословимся, Господь наш, на беседу занятия наши по Слову Твоему, Господи. Слово Твое будет путеводителем же в жизни нашей, всех, кто здесь находится в Храме Божьем. Наипаче же чад наших, которым предстоит еще долгое путешествие в этой жизни. Помоги им, Господи, по Слову Твоему. Даруй им разумение, чтобы все вошло в разум, в сердце их, и руками могли они делать все то, что Ты заповедуешь. Тебе слава за все, Отец и Господи, Дух. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, предстоит Троицу Божий наш, слава Тебе. Аминь. Так, вчера как раз были занятия, мы все находимся на заповедях Божьих. Почему мы на заповедях Божьих находимся? Вот я вчера объяснял, такой хороший, нашел я пример хороший. Кто летал из вас? Летал, кто летал? На самолетах кто летал? Никто. Во сне кто летал? Во сне. Летал во сне? Какое чувство у тебя во сне? Полета? Не знаю, легкое. Легкое чувство полета. Почему? Легкое чувство полета. Вот легкое чувство полета, у нас должно быть вот такое ощущение, когда мы верующие люди. У нас должно быть чувство веры внутри. Мы должны, вот тяжело нам там что-то, ну не по-нашему идет, заболели там, или там что-то нам сказали, нам такое сделать тяжелое, и мы понимаем, что это все силы, все жилы наши вытянет. А мы должны только вспомнить об этом, и сразу у нас такое чувство облегчения. И вот это то, о чем мы должны вспомнить, это Царство Небесное. А Царство Небесное это вечная жизнь, это небеса, это полет. Как только небо услышали сразу, о чем, значит, полет, полет. Птицы летают, и человек смотрел все время и хотел, хочу летать как птица. И вдруг, о чудо, в 20 веке всех озаряет, как нужно летать. Сначала там какие-то машины делают какие-то там, ну сначала в Ладоши США. Потом машины появились, которые толкают. А теперь летают на крылышках, небольшие крылья такие, и прыгают. Прям я вот видел там в Саручьем лагу, там такая куча огромная, наверное, метров, наверное, 300, если не больше. Представляете? И внизу маленькая такая ручеек. Это как на Заринск ехать. И люди прям разбегаются, там уже вот такой уклон идет. И на этих крыльях прям и летят. И я не лечу с ними, а смотрю на них, и я чувствую, как им хорошо. Такая вот нега. И вот Господь говорит, что в Царстве Божьем человек будет даже не как птица, еще легче будет он. Человеку не надо будет питаться, ничего. Царство Небесное, все самое приятное, что можно для человека Господь сделал. Для того, чтобы Господь запомнился как зиждитель, художник, творец и любящий Отец. Так вот, сейчас все это невозможно. Сейчас должна быть опора, чтобы оттолкнуться. Вот лыжники с трамплина летают. Видели, как летают? Вообще, первые места занимают 150-170 метров. Есть разные трамплины. 170. Вообще невероятно. 170 метров пролететь. Оттолкнулся, полетел. Но он прилетел, приземлился. Кто-то плохо приземляется. Там травма обязательно. А кто-то всегда нормально приземляется. И вот должен быть толчок. Должен быть от чего-то нужно оттолкнуться. Поэтому Господь даровал нам Слово Божие. А в Слове Божьем даровал нам самое главное, самое важное, что только есть. Это заповеди Божьи. Причем он 10 дал заповедей, а они делятся еще. 4 заповеди. Вот мы вчера на них останавливались. 4 заповеди, они очень, очень важны для человека. Чтобы можно было оттолкнуться в этой жизни как-то. И все принять. Эти заповеди Господь рассказал о самом себе. Как нужно, в первую очередь, подходить к вере. Нужно уверовать тому, что сказал Господь. Принять вот эту историю библейскую, которую мы с вами проходим. И как бы прошли мы до исхода. Хотя на самом деле мы уже больше прошли. Намного больше знаем. И про Давида мы уже знаем. И про Саула, и про Самуила. Нам известно. И дальше про Иеремию пророков. И про Исаию. Последние пророки, святые люди. Которые показывали пример веры. Они показывали пример той опоры, от которой они отталкивались. И пытались взлететь до Царства Небесного. А Исаию называют ветхозаветным евангелистом. Почему? Потому что в Евангелии Господь нам через свои страдания, Он даровал понятие, как взлететь в Царство Небесное. Там вечно пребывать. Почему? Потому что люди увидели Его. Того, кто будет там Солнцем, жизнью. Ну, всем дыханием. Сейчас вот атомный реактор, там какую-то частицу вносят. И там постоянно идет свет, там энергия, все. То есть жизнь идет. Так вот, этот атомный реактор, который в Царстве Небесном, это Господь наш. И Он будет там сидеть на престоле. И мы будем постоянно Его лицезреть. Мы, я имею ввиду, верующие люди, которые там окажутся. Кто-то из нас будет, кто-то нет. И вот для того, чтобы мы оттолкнулись и достигли Царства Небесного, нам нужно исполнять эти заповеди. Вчера мы их прочитали. Еще раз сейчас прочитем. Ну, другой человек уже подсчет. Книга Исход. Опять 16, 20 глава. Итак, напоминаем заповеди. Так, кто будет читать. Нестер, что ли? Нестер хорошо. Нестер, ну-ка давай. 20 глава. Перепрестись как надо. Вот так вот, да. И поцелуй, и Библию. Только слюни оставляй. Главный. Читай. С 20 главы. Дай тут бумажку какую-то. Могу смотреть. И сказал Моисий народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы воспитать нас. Громче, Нестер. Ты же умеешь громче читать. Давай громче. Громче читай. И сказал Моисий народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы воспитать вас. Подожди, стоп. 20 глава. Че ты куда-то читаешь? 20 глава. 20 глава. Но не 20 стих. А, ну да. Зачем 20 стих-то ты? 30 стих. Ты с первого стиха читай. Изрех Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумеры. Стоп. Вот из дома рабства. Вот давайте остановимся. Вот из дома Господь вывел. Почему? Нужно слушать Господа. Потому что Он сделал великое добро. Он вывел из рабства. Вот мне легко сказать. Вот брат снимает Владимира Пашенко. Ему тоже легко сказать. И он тоже в рабстве был. Мы были в рабстве греха. В рабстве этого земного притяжения. Притяжение вот этой грязи. Вот этой всей мрази, которая есть в этом мире. А вы этого еще ничего не знаете. Вот тут нету енафы не хватает. Но она есть. Она там как бы взрослая. Пускай там стоит. Уже все понятно. Но вот она приходит и говорит. Ой, мне там подружка из старшей группы сказала. Ой, мне там подружка сказала. Ой, у меня там подружка попросила поесть. Ой, у меня там... У ней все подружки там. Все подружки. Я говорю, я что-то смотрю. У тебя в колледже одни подружки. Ты понимаешь, что такое подруга? Подруга это тоже, что друг. Если Библию вы знали и читали, какие были друзья. Это был и Анафан, и Давид. Друзья. Так они были такие друзья. Знаете, какие они были друзья? Я вам сейчас расскажу. Вот сидят за одним столом. Вот так вот, считай. Идет пир. И вот так сидит царь. Ну, представляете сразу. Царь, пир тут. Ну, все ломится. Я с вами там и так далее. Тут охрана стоит. Все в кольчугах. И царь сидит, ест. И сидят рядом Давид и Анафан. И они, видать, так между собой любезно общаются. И Асаул кипит ненавистью к Давиду. Потому что Давида прославляют женщиной больше, чем его. Ну, а Давид что? Молодой, красивый. Асаул, ну, ясно уже, в возрасте не так его прославляют. Да и что прославлять, когда Галяфа победил 3,5 метра роста мужика. И он вышел, не постеснялся, не побоялся. Вообще вышел, вот в чем был. Вот так вот, в рубашке, в штанах вот таких. И пошел с ним драться. 3,5 метра роста. Ну-ка. Тут только увидишь и уже побежишь за кусты. А может и не побежишь даже. Прям тут же. Все случится. А он весь в кольчугах, в бронях там показывает, рассказывает сколько вес у него каждой брони. Шлем у него на голове, меч огромадный Галяфа, щит. Все. И он не побоялся, победил. Ну и конечно прославление. Израиль выиграл войну. И он сидит, зависть его точит. А тут еще сын, что-то улыбается ему. И он хватает копье, ну у него там видать арсенал сзади стоит. Копье. И копьем прям в него, вот так копьем. Вот так вот прям раз. Вот сейчас вот сидел бы я, сидел ни с того ни с сего. И вот эту скамейку схватил, как дал бы вот по троим сразу. С чего спрашивается? Зависть. Зависть им еще расти и расти. А я уже почти древний, уже в гробу. Ну и позавидовал, что им еще дольше жить. Ну, к примеру, вот такая зависть была тупая. Он такой и был, кстати, Саул. Дух злобы заходил. И Давид приходил, играл ему. Ну как ты играешь? И прям так умиление на сердце. Хорошо так получается звук. И бесы отступали. Вот еще что умел делать Давид. Песнями своими, вот этими молитвами отгонял бесов. И он вот это, и прям в него копьем. Ну Давид успел, выскочил там и убежал. Приказал его поймать, все, не поймали. Давид спрятался. И Анафану говорит, ты, ты вообще не самый порочный сын какой есть. Короче, оскорбил его всяко-разно. А этот Анафан, он битвы выигрывает для него. Царство его израильское держит. Народ сохраняет от беды, чтобы язычники не ворвались. Что еще-то надо отцу? Только, как говорится, поднимай воинский дух. Боевой и вообще божественный. Ничего нет у этого. Одна атмосфера убийства и алчности царит за столом. Везде. Все только думают, как кого там предать, чтобы только царь тебе копье не возьмут в пузо. И Анафан, несмотря ни на что, идет, разыскивает Давида и начинает примирение его с отцом. Понимаете, какая ситуация? У вас еще были такие ситуации? Да ни у кого не было. Потому что у нас отца царем нету, диктатором. Поэтому, чтобы другом назвать человека, я уж не знаю, что нужно. Вас через раз. То друзья, то подружки. А все друзья-то я знаю, какие в школе. У всех, у кого сигареты в кармане. Дай покурить. Раз покурить. Ну, друг, все, уже там по плечам, уже все, они идут, пахахатуют, сплевывают. Где вы этих друзей берете себе? Есть у меня такой друг? Да ладно. Нету. Я таких не вожу. Да ты не знаешь просто еще, наверное. Нет. У меня в классе почти все курят. А ты с друзьями кого можешь там назвать в классе? Да нет. Я там друзьями могу только из Б класса назвать. Они что, верующие? Нет. Но они не такие как все. Они не курят и почти не матерятся. Почти не матерятся. Ну, смотрите, я вам рассказываю, а вы там сами будете отвечать за своих друзей. Так не может быть ни подруг, ни друзей. Почему? Потому что мы вот одну только прочитали вот эту заповедь. И уже вы по этой заповеди можете определять себе друзей. Господь является для них путеводителем или не является путеводителем в жизни? Кто хочет из вас иметь путеводителем Господа в жизни своей? Кто хочет Царство Небесное? Все, наверное. Все хотите? Да. Ты хочешь точно? Да. Хочешь летать как птица? Господь просто так перемещался. Сквозь стены вот так. Даже не надо руками махать. Просто мыслью подумала. Хочу быть рядом с Ксюшей. Раз и уже ты рядом с Ксюшей. А Ксюша такая. Так. А я хочу быть рядом с Василием Великим. Раз и уже она слушает Василия Великого. Хочешь Василия Великого послушать? Да. Желание не горит, да? Кто такой Василий Великий? Это же отец церкви наш. Четвертого века. Вы что? Он столько много написал. Он толкование на книгу бытия написал. Вот. Можно читать. Взять, открывать его. И там прям с толкованием. Там все про Иисуса Христа. Как мы сейчас подходим, рассказываем. И одновременно и о Господи Саваофе. Прекрасно. А вот Игнатих, значит, скажите слово, Игнатих. Так. Четвертый, тут много собралось. Я хотел сказать, даже вот дети у нас здесь занимались, в прошлом раз говорили, положительное отзывается в интернете. Все положительные. И очень важно, что ведет занятие мужчины. Не потому, что он умнее или что-то, а потому, что это мужественное. Оно в детях крепче. Он опытом жизни и больше где-то видел где-то. Вы внимательно слушайте. Сегодня братья есть, завтра их не будет. Не дай бог, какая-нибудь, где-то что-то, начнут подметать, до 60-летних. Да, это так. Поэтому цените. В семье, если у вас есть, вот они, мальчик и девочка в одной семье. Девочка старше, чем его, но она должна его больше почитать, чем кого-то где-то. Он мальчик. Вот он братик. Он совсем меньше тебя. А ты первая поддоровишься с ним, как в Японии. Мальчик здоровается с родителями, утром выходит клоняется, и все. Все страны не здороваются. У них обычно это. И видно, какая растет у них прощая семья. А она с родителями поздоровалась, и ему. А ему всего-то 3 года, 4. Она подходит, а ей 20 лет. И она всякие. Первый поклон ему. Дальше вот такой порядок. То есть, мужчина должен везде первый. У нас вот это есть, первые прищищаются. Первые ко кресту подходят. Везде первые. А это у нас не знает. Надо как-то подсказывать им, чтобы почтение к мужчине было особое. А ты, мальчик, так смотри на девочку. Защити ее. Настапь. Потому что так Бог установил, что первый это мужчина, а женщина от него идет. Это вкладывается сегодня. У нас это подчеркивается, что у самой маленькой девочки голова закрыта. Даже самая маленькая. Вот она, Варвара. Посмотри на нее, какая она. Не по старообрядческе. Пол головы открыта, не замужья. Смотрите, я не замужем, скорее меня ищите. Вот она сидит. Мы же понимаем, как. На наших заходят, а то что за ваххабиты сидят. А я отвечаю, это христиане настоящие. Какие у них одеяния. И глянь, одно загляденье. С Богом. Спаси Христос. С Богом. Так, ну, а Игнать Тихончик, тем более, нужно слушать. Он еще старше, чем братья. Ну, правда, братья будут быстрее. Вот позавчера у нас случилась трагедия. Там в тайге много техники остается. И там сторожа. И там один сторожем остался. Эгик его звать. Ну, пьющий, конечно, курящий, матершинник, богохульник. И 35 лет. Все, заснул и не проснулся. Вернее, ну да, не проснулся. Потрясли его утром. Там с ним второй. Нет, просто утром. Да ты что, там у них вот такое помещение, там печь такая стоит. Там у них все отлично. Дров там, горы целые. Просто умер и все. Такой худой. Вот, похож на брата нашего. Такой же вот худой прям, такой, и головастенький такой. И его реабилитационный центр сестра отдавала. И он меня увидал в первый раз, вообще еще не знаю. Он начал, как меня материть. А сам маленький такой. И такой отбегает, туда-сюда бегает. Привык, вот, что за ним гоняются, догоняют, там бьют его. А вот, да ладно, не буду. Вот такой вот, какой-то хлюст, да ныкик. А работал хорошо, на экскаваторе, хочу сказать. Японский экскаватор доверили за 10 миллионов. Копал, что надо, где надо. Единственный момент, очень гордый был. То есть, ему просто так не подойти на кривой. На кривой козе надо было, чтобы сказать, что делать. Потому что он все сам должен знать. А как без геолога знать, где копать? Это вообще глупо. Поэтому приходилось там с ним до такой степени юлить. Вот так вот он. Сложный такой характер. И я ему, я его предупреждал. Я говорю, сколько Бог будет тебя терпеть такого? Ну вот, не терпит Господь. Просто не проснулся и все. Не убили ничего. 35 лет. Мог бы, говорится, быть хорошим работником. О, все. Помоги, Господи. Так, прочли. Ну, давай быстрей, быстрей, быстрей. Господи, слава тебе. Господи, помилуй. Господи, благослови. Даруй, Господи, больше нам времени уделять Слово Твоему Святому. Этим занятиям. Слава тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Когда согласны, все повторяйте. Аминь. Аминь. Потихонечку, заходите. Встроено. Начинаем петь. Молиться. С Богом. Вечный пример. Ты снимаешь еще? Я за тобой зайду. Пойдем. Господи, помилуй. В разборении воздуха, поезобили плодов, пленных, 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 гренных. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благословенную и славную Владительцу Нашу Богородицу Присадиву Марию, со всеми святыми, поменувши сами себе друг друга и живот наш, Христу Богу предадите. Сыне Господи! Я бы подобаю тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне пристаю во веки веков. Благослови, душа моя Господа, благослови, душа моя Господа, и все внутреннее мое, имя Святого Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благое желания Твое, во обнови Своя горля юность Твоя. Творяй, милосты не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав, будь исцеля моей силой, Сыновам Израилев, уходи не своя. Щедрее милостью Господь, долго терпелив и многомилости, не до конца прогневается, в ней же век рождует, в ней по беззакониям нашим сотворилось нам, в ней же по грехам нашим воздал есть нам. Я, как по высоте небесной земли, утвердил из Господь милость свою, набоящийся Его. Велико стоит констанция Запад, удаляясь от нас беззакония наша. Я, как же щедрит эти цены, о щедрит Господь, боящийся Его. Я, который познал создание наше, поменуя копейские сны, человек, я, как от работников, я, как свет цельный, так вот светит, я, как у Дух против неба не будет, и не познает тому место своего. Милостья Господня, от века и до века, набоящийся Его и правды Его, на сыне в сынух, хранящих в заветах Его, и помнящих заповедей его творития. Господь, в небесе, ухотово Христос твой, и царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангелы Его, сильные трепостей, творящие слова Его, услышите голос, славясь Его. Благословите, Господь, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте, владычество Его. Слава Богу, истинно и святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благословите, Господи. Пойте, пойте, миром Господу помолимся. Господи помилуй. Благослови, Благослови, Господи помилуй. Благослови, славную Владычество нашей Богородице, Пресно-Деву Мариев, со всеми святыми, помянувши, сами себе другую, и живот наш, Христу Богу, предади. Благослови, Господи, яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, отца и сына и святого Духа, ты не пресно, и во веки веков. Благослови, Господи, аминь. Благослови, Сына и святому Духу, поли, души моя, Господа, мозг молил Господа в животе моем, Твоя Богу, моему тронде же есть. Не надейся на князя, на сына человеческие, ниже не спасения. И язык не дух ему и возвратится на землю свою, в той день погибнулся, помышленье его, пожилый ему живу, как бы помышленье его, поднимание его на Господа Бога Своего, сотворшего неба и землю, молився я же в них, хранящего истинного век, творящего суд обедимым, да ищего пищу алчущим. Господь решит такованные, Господь умудряют слепцы, Господь возводит несвяженные, Господь любит праведники, Господь хранит решельцы, силой давуприиме, и путь грешных погубит, во царе истинный веки веков век, Бог Твой, Сеоний, в род и род, и мени, и пресны, во веки веков веков веки, и единородный сын, и слове Божий бессмертенцы, и изволивы спасения нашего рады, воплотитесь от святые Богородицы и преснотевы Мари, непреложного человечеса, распныся же, Христе Боже, смертью смерть поправы, и единицы святые тройцы, прославляемый Отцой и Святому Духу спаси нас, пайки и пайки, миром Господу помолимся, Господи помилуй, наступи, спаси, помилуй, сохраняй нас Божией Твоею, благодать ее, Господи помилуй, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычеству нашу Богородицу, пресно Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. С Тебе, Господи, Господи, яко благо человека любит Бог, и сей Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. О, славыстве Твоем, помяни нас, Господи, и запретивши во Царстве Твоем, блаженни, нищие духу, яко тихе царство небесное, блаженни, плачущи, яко тихо 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ